Были и с мужем ездили лично на встречу в Севастополь, познакомились с Артуром лично. И эта встреча, тренинги и презентации, именно в таком личном общении, вообще изменили не только жизнь, и мышление, и взгляды. Всё, поменяла вообще образ жизни. Просто само общение, хотя бы встреча один раз в жизни с Артуром, она изменила, полностью изменила. И прошли все фобии, прошло всё. Ну, в общем, цели одни, только вперёд и только всё. Всё как со спонсором сообща, команда, да, нет, следующий. И, как говорится, главное не усложнять. То есть, наверное, о чём будет проще. Ну, спасибо, что есть с кем посоветоваться и помучить консультацию. Дима, спасибо тебе. Удачи всем нам. Супер, Ларис, спасибо огромное. Так, давайте теперь, ну, наверное, Лилию послушаем. Они там как раз все в офисе. Посмотрим на них, может быть, они покажутся нам. То мы их не видели. Кто там у нас? Магомед, может быть, есть. Или включайте камеру, микрофончик, и мы вас слушаем. Так, время, деньги, поэтому надо тут оперативно срабатывать. Включать камеру. Самые быстрые они больше всех зарабатывают, на самом деле. Замочек нужно нажать. Бродкаст май камера и замочек нужно нажать. Тогда будет видео и будет звук. Сейчас заодно еще и научимся комнатой пользоваться. Я только подошла. По одному, по одному, по одному давайте, Лилия, замочек нажимаете, Лилия, и говорите. Так, у Лилии пока не получается. Толкин, давай ты тогда попробуй. Замочек нажми и бродкаст май камера. Понял, ладно, у нас какие-то технические тут не палаточки, ничего страшного. Будем тогда отдельно тренироваться потом. Ну что, сегодня тема какая? Наверное, самая актуальная для нас. Где искать людей в бизнес? Вот, я тут выписал, в общем-то, несколько таких, что ли, вариантов поиска людей. Ну, давайте начнем с первого. То есть, это телемаркетинг. Ну, его лучше использовать, когда холодно, да, уже не хочется выходить на улицу, к примеру, работать с холодным рынком. Так, а, возражения, возражения. А, мы же запланировали возражения, да? Понятно, понятно. Возражения нам лучше, наверное, может быть в скайпе тогда отрабатывать. Вот, давайте, знаете, как поступим. Давайте, знаете, как поступим. Возражения-то вы подготовили? Возражения подготовили, да? Я просто хотел, на самом деле, сегодня о другом поговорить. Давайте сегодня, сколько нас сегодня? Нас сегодня мало, в принципе. Давайте сегодня где искать людей? Просто такая тема тоже хорошая. Вот, начнем ее. Вот, а завтра, я думаю, в скайпе созвонимся и будем отрабатывать возражения. Просто я, честно говоря, сегодня не подготовился. Из головы вылетело, надо было записать. Вот, кстати, тоже тренинг такой, да? Надо все записывать. Вот, так что давайте сегодня пробежимся. В принципе, времени не так много у меня есть. Вот, а с возражениями, я думаю, тогда завтра, как раз я тоже подготовлюсь. Вот. Прочитаю свою же книгу, написанную еще раз, «Как работать с возражениями кандидатов в бизнес». Кстати, кто, кто не видел мою книгу, то есть, смотрите, тут самые, как бы, распространенные возражения, которые есть. Ну и, соответственно, ответы на них. Почему не получается бизнес, да? Ну вот, как раз мы сейчас об этом и говорим. То есть, у нас бизнес-то, он заключается в людях, правильно? Значит, нужно организовать, что? Поток людей, чтобы этот поток шел на презентации. Вот. Дальше уже завершение сделки. Вот. И четвертый, тоже очень важный момент. Нужно обучать людей вот этим трем шагам. Чтобы была дупликация. Потому что мы людей подписываем, но мы их не обучаем. Поэтому очень важно вот именно с каждым отдельно человеком работать. Его обучать. То есть, конкретно подписали человека. Нужно с ним посидеть в скайпе, отработать, допустим, первый звонок. Он приглашает кандидата в бизнес. Вот. У вас есть шаблоны разговоров. То есть, нужно по этим шаблонам отрабатывать. То есть, выделить на это время, там, полчаса, час. То есть, к примеру, вы меня приглашаете, я вас приглашаю. Вот мы целый час там тренируемся, да, грубо говоря. То есть, отвечаем друг другу на возражения. Вот. Что еще? Ну, как бы вот так. Ну, и потом презентация, да, после того, как вы человека пригласили. Ну, и третье, вот, надо обучать. То есть, это такие, как бы, очень важные моменты. Вот. Ну, а первое, да, вот, как раз, где искать людей. Давайте, наверное, с этого сейчас начнем. Просто выписал такие прикольные темы. Вот. И предлагаю, кстати, вам тоже. Будет такое задание. Запишите себе. То есть, проработать именно вот эту тему, да. Где искать людей. Как искать, где искать, может быть, рекомендации какие-то использовать. Ну, то есть, нужно вам просто вот это подумать. Я вам сейчас дам, ну, такие варианты. Вот. Их нужно будет дополнить. То есть, у меня вот сейчас их где-то около 14. 14, да. Соответственно, нужно будет дополнить. Ну, первое. Давайте начнем тогда, да. Это телемаркетинг. То есть, желательно, конечно, если есть у вас уже команда, ну, к примеру, офис, вот, 10 человек собирают контакты. То есть, контакты можно собирать, ну, из любых источников. В интернете, там, в скайпе, в социальных сетях. Именно из вашего города. Вот. Ну, и приглашайте в офис, там, под предлогом, допустим, какого-то подарка. Вот, кстати, тоже задание. Надо подумать, какой мы можем, в принципе, предложить подарок людям, да, которым мы будем звонить. Ну, в принципе, это может быть, там, любой, там, грубо говоря, банальный какой-то подарок. Вот. Главное потом, знаете, как, вот с косметическими компаниями там легче, да, там можно, допустим, сделать в подарок маску, допустим, на лицо или там на руки, да, маску. Вот. Вот. У нас с этим сложнее. У нас, как бы, виртуальный продукт. Вот. И нужно, вот, продумать, какой мы можем, вот, именно, сделать подарок. Вот. И в это время, как раз, да, то есть, человек, когда приходит в офис, мы можем его квалифицировать. То есть, провести ему какую-то такую коротенькую презентацию, чтобы понять, вообще, интересно ему это или нет. Так, 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 так. Да, важный момент, смотрите, какой, то, что, когда вы звоните, вы говорите о том, что подарок можно получить только сегодня, вот, ну, то есть, чтобы человек именно сегодня пришел. Ну, то есть, потому что, ну, это, как бы, начинается, да, вот завтра, там, послезавтра, вот. И обязательно вы не должны говорить, что это за подарок. То есть, вот это очень важно. Так, дать на два дня доступ в кабинет. Ну, да, кстати, можно даже не, ну, не на два дня, а, может быть, попользоваться видеописьмами. То есть, чтобы человек мог разослать письма своим, там, друзьям, близким поздравить, там, с праздниками, с какими, да. Вот. Под Новый год, кстати, супер тема. То есть, за неделю, за неделю, к примеру, до Нового года, так, сейчас я тут продлю конференцию, за неделю до Нового года, то есть, вы приглашаете людей, говорите, вот, смотрите, у нас есть классный сервис, вот, вы можете заранее подготовить открытки, заранее, и они через неделю, то есть, без вашего уже участия, они сами отправятся. То есть, вы запланируете время, когда конкретно какому человеку отправить это письмо. И этот сервис позволяет это делать, да, ну, насколько вы знаете, у нас можно запланировать, там, любую дату, там, если у вас есть, допустим, постоянные клиенты в компании, то есть, вы можете запланировать поздравления, там, с 23 февраля, с 8 марта, каждого в отдельности, там, день рождения и так далее. Вот, кстати, да, вот, видите, уже, да, коллективный разум начинает работать. Так, дальше, дальше, дальше. То есть, нельзя говорить, что за подарок по телефону, вот, это очень важно, потому что, ну, как бы, это пропадает интрига, и люди могут не прийти. Можно с кем-то запартнериться, к примеру, есть какое-то кафе, вот, у них тоже, там, бывают какие-то акции проходят, там, приди, там, получи, там, кружку кофе бесплатно. Соответственно, вы берете у них эти сертификаты, вот, и когда к вам люди приходят, вы можете, как бы, давать эти сертификаты на кружку кофе, вот, ну, и, соответственно, человека заинтересовать бизнесом. Вот, и, кстати, с этими же кафе можете тоже предложить им наши инструменты. То есть, с одной стороны, вы пиарите их, а они, с одной стороны, пиарят вас, да, то есть, вы даете бесплатные, вот, эти флайеры на кружку кофе, вот, а вы у них, допустим, там, оставляете листовки по поводу, там, продвижения бизнеса, или, там, бизнес-возможность, ну, что-то в этом роде. Так, что за компания, тоже не говорите. Ну, да, 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 естественно, тоже, не, ну, можно сказать, там, что, в принципе, за компания, потому что люди, они могут вообще испугаться и не прийти. Вот, так, смотрите, есть книга, значит, такая, тоже рекомендую, сам пока не читал, но вот планирую прочитать. Так, значит, смотрите, Стивен Шифман называется «Техники холодных контактов». То есть, там есть несколько интересных вещей, которые нам нужно тоже будет прочитать. Найдите эту книгу, в принципе, она у меня есть, вот, вы мне напишите, просто напомните, чтобы я вам ее выслал. Так, потом смотрите, третий какой вариант – рекомендации. То есть, нужно обязательно брать у людей, которые, к примеру, сказали вам нет, нужно брать рекомендации. Или даже можно брать рекомендации, ну, сразу, да, то есть, вы с человеком общаетесь, к примеру, там, спрашиваете, «Слушай, ты вот умный, грамотный человек, можешь мне порекомендовать таких же своих знакомых, друзей?» «Я сейчас начал новую тему, развивать новый бизнес». Вот, кстати, эта фишка очень прикольная, вас могут спросить, а что ты мне не предлагаешь? Ну, и, соответственно, там, вы можете сказать, опять же, что, ну, я думал, ты занятой, как бы, человек. То есть, вы его опять отталкиваете, вот, как мы вчера, да, обсуждали метод пружинной связи. То есть, вы его отталкиваете, он к вам притягивается. Вот, ну, и потом, соответственно, когда он говорит, «Слушай, там, ну, может, мне тоже будет это интересно», вот, вы ему предлагаете бизнес, то есть, приглашаете его на конференцию, не предлагаете, сразу ему ничего не рассказываете, а потом либо на трехсторонний звонок, либо на презентацию, ну, это, как обычно, это вы знаете. Вот, так, хорошо срабатывает это, да, вот это классно срабатывает, это фишки еще старые тоже такие, вот, все, что старое, оно хорошо срабатывает. Вот, ну, естественно, надо брать рекомендации, то есть, обязательно. Вот, рекомендаций очень много можно взять, потому что, ну, и знакомых много, и у них там много друзей, знакомых и так далее. Так, 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 да, вот есть такая тоже книга, надо будет нам ее тоже изучить. Джей Абрахам, автор, «Как брать 93 рекомендации». Вот, тоже надо будет, по-моему, она у меня есть, я вам ее потом вышлю. Абрахам.